Значит, будете ходить, хотя бы ходите. Если не будете ходить, то будете ходить под себя. Знаешь, что такое ходить под себя? Кто не знает, как иметь это? Не знаете, да? Ну тогда по-другому скажу. Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Ладно, хорошо. Конечно. Я все записываю. Мы все записываем. Я все записываю. Здравствуйте. А если нельзя ходить? Мне врачи запрещают. А врачи все запрещают. Быть на солнце нельзя. Свежий воздух нельзя. Простынешь. На солнце перегреешься. На воде нельзя. Простынешь. Вот что можно? Можно ложиться, лежать. Побольше лежать. Ручки надо поближе, поближе. Вот так вот. Свечечку, свечечку зажигаем. Все, лежим. Так спокойно. Все вот это врачи советуют. Врачом, врачом честного человека не назовешь. У вас колени больны, да? Да. Вот что такое больные колени? Это воспалительный процесс. Воспалительный процесс это статическое напряжение. Статическое напряжение находится на третьем слое. То есть, начинаем лежать в ванне. 28 градусов лежим по, хотя бы по 14 минут. Один слой очищается. Значит, 14 на 3 получается 40 минут. Значит, надо купить ванну, поставить ее в квартиру, комнату просто, налить водой, заткнуть ее дырку, налить водой. И будет комнатной температуры, вода стоять у вас дома. Вы ложитесь, двухкомнатная температура это 22 градуса. Ложитесь в эту ванну, 7 с половиной минут очищается один слой. Значит, тогда получается 27 с половиной умножить на 3, 25 минут лежите, раз в три дня, мерзнете в этой ванне, потом идете под душ, согреваете. Вот вы делаете это раз в три дня. Когда пройдет две недели, и вы не бойтесь простыть, что воспаление пройдет в колени. Вы пробиваете блок, который на третьем слое находится, и у вас колени начнут лечиться. То есть, чуть-чуть будет ныть, и будет легче. Там сейчас у вас воспалительный процесс. Он пройдет в результате этой ванны. Надо именно все-все ложиться вот так с головой. Ванну можно купить. Или ходить в бассейн, 28 градусов плавать, 40 минут в бассейне, раз в 4 дня в бассейн ходить. Вот. Потом дальше, когда вы это начнете делать, через 3 недели надо начать стоять вот так неподвижно. 40 минут раз в 3 дня. Через 2-3 недели, когда вы будете стоять, у вас воспаление вообще полностью, ну как бы, пройдет это все хозяйство. И дальше вы ходите в спортзал на элипсоид. Элипсоид это такое приспособление, когда ты руками крутишь и ноги вот так вот. Там суставы минимально напрягаются. У вас сустав, нагрузку никакую на него не будет иметь. Вот. И вы на этом элипсоиде раз в где-то в 4-5 дней, примерно по часу вот так аккуратно, медленно двигаетесь. И у вас после каждого раза такого движения будут ныть суставы. И они будут у вас ныть 4 месяца. А потом они пролечатся, и вы можете врачу сказать и все, и как бы будете дальше уже постепенно. Через год уже будете ходить, длительное движение делать, просто ходить по улице. Потом можете ходить по долгу. Потом ходить, когда и поститься начнете вместе. В 3-6 часов вам надо поститься, потому что у вас токсины тоже на третьем слой. Когда токсины вместе с динамическим напряжением и со статическим напряжением на третьем слое это дает хронические заболевания, то у вас суставы поражены и лишний вес из-за этого. Если будете еще 36 часов поститься по пятницам и ходить по 2 часа 40 минут, то у вас полностью полностью убьет лишний вес. И вы будете вообще активист как амсомолский, просто красавец. Все, не надо никогда быть старым. Мне 58 лет будет через 2 недели. Я бегаю 17 километров, за час 50, 6 минут 30 секунд, бегу 1 километр. Купаюсь в ледяной воде, неподвижное положение тела делаю, 65 минут почти каждый день. Вот, делаю зарядку. 90 раз приседаю, 60 раз отжимаюсь. Вот, 216 наклонов делаю. Стою на руках. Нормально? И живу на светлой стороне. Летаю по всему миру по 80 тысяч километров за год. И ничего, живой, здоровый. Врачам не хожу. Понятно? Сколько вам лет? 65. Ну, чуть... А? Молодая, молодая еще. Молодая, надо вот учиться за стариками, как бы, надо пример брать со старшего. И, видите, и все, и развиваться. Быть счастливой, здоровой. Вот так будете, если начнете потихоньку так делать. Я вам сказал, на элипсоиде час, надо до часу 20 доводить. Потому что час вы не пробьете блок. Час 20, на элипсоиде, вот в вашем темпе, вы сможете пробить блок. И начнете лечить суставы. Если меньше будете делать, то суставы не будут лечиться. А будут, наоборот, нагружаться и болеть. Это еще одна причина, почему движение запрещают. Потому что, когда человек идет, суставы напрягаются, но не пролечиваются. Потому что они пролечиваться начинают. Если человек, вот, просто идет 2 часа 40 минут ходьбы, приводит к тому, что прочищается психическое тело до суставов. И суставы начинают лечиться. А если, допустим, полтора часа пройти, то тогда суставы не лечатся. А на элипсоиде там быстрее скорость лечения, потому что там все тело задействовано. Там не только руки, но также ноги, корпус движется, поэтому там быстрее чистка идет. Поэтому 55 лет только начали жить. Вам надо начать аскез совершать и 90 лет спокойно, просто без проблем. А если не будете аскез совершать, то у вас не только суставы, а уже сосуды начали страдать, уже скачет давление. Если будете дальше так жить, то через 7 лет инсульт. и будете уже тогда совсем плохо жить будем. Вот, а надо жить долго и счастливо. Все, приступайте к тем вещам, которые я вам сказал. Спасибо. Все, не сдавайтесь, не поддавайте себя сломить в жизни. Если человек хочет долго жить, вот есть три тела у человека, есть физическое тело, есть психическое, есть духовное. физическое тело поддерживается только аскезами. То есть, если человек аскезы не совершает, оно просто столеет и все. Психическое тело поддерживается добрым настроением, желанием всем счастья, добрыми делами. то есть, психическое тело поддерживается. Если человек чем старше, тем больше замыкается на себе. Чем больше человек замыкается на себе, тем тяжелее ему жить. Он становится сварливым, становится обидчивым, несчастным. Так старость делает. Но старость заставляет человека думать о себе постоянно. Поэтому с пожилыми людьми очень трудно жить, они на себе зацикливаются и все. И чтобы этой зацикленности не было, чтобы молодость сохранять в психическом теле, надо постоянно желать всем счастья, радоваться людям, радоваться жизни, желать всем счастья, делать добрые дела. Надо вот этим заниматься. Что-то вот это надо убирать как-то. Можем? Нет? Ладно, это особенность Таллина у нас. Влажность высокая. Влажность высокая. Понятно, то есть, это влажность, влага пролит, да, там, что-то не так. Это анекдот, как есть, про Петьку Чапаева. Петька спрашивает, а что вот колеса стучат на поезде? Чапаев просто выучился, он высшую математику изучал. Он говорит, ну, колеса это круг, говорит, там круг, формула круга, Пи, Р в квадрате. Вот Пи, как бы, это постоянное число, Р тоже, а вот квадрат Петька и стучит. Так что, так, тут тоже влага шипит у нас, у нас влага шипит здесь. Влажность высокая и влага шипит, когда песня звучит. Я понял. Хорошо. Какие вопросы еще мне нравятся, вот такие все юморные. Мне перед приездом сюда про эстонцев рассказали анекдот. Вот. Эстонец садится, садится в поезд и говорит, слушай, а проводника спрашивает, слушай, Тальма далеко отсюда. Проводник говорит, не очень. И он говорит, я сяду в поезд. Он говорит, садись. Сел в поезд, проехал час. Говорит, Таллин далеко? Тот говорит, теперь далеко. Тебе нормально? Срешно? Ваши вопросы? Спасибо. Вопрос такой, что я чувствую, что время ограничено. Моя хорошая, почему? А, кстати, я последний. Кто у нас был? С кем я разговариваю? Кто не поймает мандаринку? Вот мужчина, может, вы поймаете? Давайте. А то она уже боится страшно. Давай. А я вам не бросил. Это преступление вообще. Просто преступление. Давай. Моя хорошая. Вот ваша мандаринка. Все. Отлично. Все. Счастья вам всем. Я рад вас видеть. Скучал без вас. Давайте, кто там дальше. Я чувствую, что в жизни время ограничено. И у меня такое чувство, что с чем я должна заниматься? Такая беспокойство, очень активная. Либо заниматься... Вот вы мало заниматься, вы молитесь каждый день, правда? Да. И все равно вам мало, да? Вы считаете, что так? Да. Вы хотите знать, почему? Да. Вы мне поверите? Да. Да? Да. Это уже, ну, немножко запредельное знание, которое сложно принять. Вы в прошлой жизни заболели тяжелым заболеванием. Вам было, когда вы заболели, 38 лет. Вот. И вы прожили всего до 40 лет. И вы чувствовали, что время мало осталось. И вот с этим ощущением вы ушли из жизни. С каким бы ощущением человек не уходил из жизни, с таким он рождается, и всю жизнь это ощущение у него остается, как след. И вы с самого детства чувствуете, что у вас мало времени. Это не то, что сейчас прямо вы почувствуете. Это проехали уже. Это ощущение из прошлой жизни, из-за этого. Понимаете? В этой жизни у вас много времени. У вас нет короткой жизни. Спасибо. А вопрос остается? Остается, да. Время у нас мало. Мы должны служить Богу, думать о Нем. Но это не означает, что находиться в апатии. Если вы хотите знать, как бы, еще один смысл вот этого, если говорить техническим языком, это блок на пятом психическом слое, который отвечает за ощущение счастья в жизни. Это динамический блок или чувство препятствия. Это чувство препятствия, опять же, у вас с самого рождения, вместе с этим ощущением, которое вы получили с прошлой жизни. И если вы будете ходить 4 часа, раз в 6 дней, в этот блок через 8 месяцев пробьете. Потому что он настолько глубокий, он с самого рождения. И только 8 часов, 8, то есть 8 месяцев ходьбы по графику, раз в 6 дней, 4 часа. И через 8 месяцев у вас ощущение, что мало осталось, оно пройдет полностью. А даже уже через 4 месяца пройдет наполовину. Мне кажется, что мой вес уже очень мало, но он такой низкий, да. Кто? Вес? Вес, да. А вес тоже низкий, потому что на пятом слое, вот это когда блок динамического напряжения, страдает клеточное пищеварение. То есть у вас на уровне клеток пища не усваивается. И это побеждается длительным движением. Когда человек 4 часа ходит, то последние 3 часа 20 минут идет всасывание пищи в клетки. И вы таким образом будете включать клеточное пищеварение. И у вас где-то месяца 3, сначала просто все там наладится, потому что там бардак в клеточном пищеварении. А через 3 месяца уже начнется хорошее всасывание, у вас начнется прибавка веси. А мне кажется, что я уже много аскезов делаю. И это, кажется, очень большая аскеза. Я могу ли сразу начинать ходить через 4 часа? Вы можете пробовать сразу, но у вас не получится, потому что после 2 часов вы сильно уставать будете. Но надо постепенно к этому идти, потому что когда вы дойдете до 3 часов 20 минут, вам идти будет очень тяжело, потому что там же блок, когда человек до блока доходит, ему идти очень тяжело. Но это надо делать, иначе если уже у вас пищеварение начало страдать на клеточном уровне, тогда надо это делать, у вас нет выхода, вы говорите, я и так много аскез делаю. Вы можете ходить по 2 часа, от этого ничего не поменяется. Если вы не будете идти непрерывно 4 часа, то энергия не дойдет до 5-го психического слоя, блок пробивать не будет, и пищеварение в клетки не зайдет. Поэтому выход только один. Ходить по 4 часа раз в 6 дней, поверить в доктору. И через 8 месяцев, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, жить на светлой стороне. А другого пути нет? Нет. И можно туда идти 4 часа, или сюда, по любому пути. Но придется идти 4 часа, по любому пути. По этому пути или по тому. У вас проблема одинаковая, но ваша проблема по сравнению с ее проблемой, конечно же, намного слабее. То есть у них блок глубже, то есть у вас тоже есть динамический блок, он находится на третьем слое, это связано с кровопрощением. То есть у вас кровь плохо поступает в пищеварительный тракт и поэтому страдает пищеварение, у вас нет аппетита, понимаете, у нее аппетит есть, но у нее пища не усваивается в клетке, а у вас нет аппетита. Поэтому вам достаточно в принципе 2 часа 40 минут ходить раз в 4 дня и у вас появится аппетит через 3 месяца, так же как у нее, но блок пробьется по чуть-чуть, то есть ходить можно вместе. Но если будете 4 часа ходить, поддерживать, конечно, будет лучше. Спасибо. А вот тогда вопрос по-моему вот-то вам засуну. А я сейчас сначала песенку в вашу честь включу. Поспевать лучше хором. Вместе весело шагать по просторам и, конечно, воспевать лучше хором. А если наоборот большой вес появится? Большой вес? Большой вес надо ходить и поститься вместе. И тогда будет снижаться, если просто ходить, вес не снижается, пищеварение улучшается. Если просто поститься, вес тоже не снижается, а если ходить и поститься вместе, то снижается. А тогда мне поститься не надо? Нет, поститься вам не надо однозначно. Вот про работу хотел спросить. А зачем? Вы поститесь, что ли? Не, вам не надо поститься. И кадрыш? Не, не надо поститься. И кадрыш тоже нет? Нет, у вас нет токсинов. Ну, можете поститься, если хотите. Но надо ходить четыре часа, короче. Хорошо. Вопрос в том, что на работе мне стало скучно. Но я стала думать, что... Это не скучно, это опять динамический блок, вот этот вот, который волевой фактор у вас подавляет. И у вас просто вот это вот ощущение, что мало осталось жить. Это распространяется и на работу. Вы чувствуете, что вы там тратите время зря. А нам нужно что-то делать важное в жизни. Вот это все от той зоны оперы. Ну, вы как бы женщина, смотрите, можете работать, можете и не работать. Не будете работать, будет муж больше работать. Ну, это такая мысль была, что надо мне, может быть, что-то новое учить. Или... А чем вы занимаетесь? Очищу дамы, 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 дамы. Все очищаете, да? Да. Вы берете все лишнее. Отлично. Да, мне нравится, но просто... Устали, устали. Надо новое учить и на это положить время, либо надо вообще... Нет, надо сейчас четыре часа ходить, раз в шесть дней, и на это положить все ваши силы прямо, все ваши внутренние силы положить на это. Потому что после такого четыре часа ходьбы вы два дня будете восстанавливаться только после этого. А потом опять надо идти, и так все силы, и так восемь месяцев. А потом живите на светлой стороне, потом все будет классно в жизни. И можете, если захотите, что-то новенькое учить, но в целом ваша работа вам подходит. Я не вижу смысла ее бросать. Да. Я просто... Вопрос в том вообще, что надо, не будет удовлетворено, что у меня все хорошо и все. Или надо все время что-то новое учить? Вот любой женщине надо все время что-то новое учить? Или все время надо знакомиться с кем-то, общаться? Или надо ездить в отпуска? Поднимите руку, вот кому надо много с женщинами разговаривать все время. Вот вам надо все время. Поднимите руку женщины, которым надо куда-то поехать обязательно, иначе невозможно жить. Вот. Вам надо ехать. Поднимите руку женщины, которым надо обязательно ходить в театр, иначе с ума сойдешь. Вам надо ходить в театр. А вам надо обязательно что-то учить новенькое, иначе с ума сойдешь. Так в дом буду. А? Так в дом буду. Нет. Вы просто так отдыхаете. Для вас учить что-то новенькое – это отдых для сердца. Это не то, что вы станете тупой, если не будете учить. Вы просто... Это отдых, это счастье для вас, что-то новое узнавать. Понимаете? Я думал, что это цель жизни. Ну, это и есть цель жизни или счастье. Можно помнить, да? У нее страх, что она не развивается. Так это вот, это я понимаю, о чем вы говорите. Ну, вы просто, ну, вы как бы смотрите определенную глубину, а я говорю о том, что ей это нужно для того, чтобы быть счастливой. Вот если она что-то будет учиться, она успокаивается, ей будет хорошо. Можно это сказать, что страх, что она не развивается. Можно так это сказать. Но можно сказать по-другому. Я это объяснил так, что некоторым женщинам надо ездить, отдыхать куда-то. Вот у них страх. Поднимите руку, у кого страх, что вы не поедете отдыхать. Поднимите руку, у кого страх, женщины, что вы не сможете общаться с девочками, с другими, и вам не разрешат. Вот страх у нее, ей надо общаться. Вот у кого страх, что в театр не пустят, поднимите руку. Все. А у нее страх, что не дадут учиться, что надо учиться. Потому что каждая женщина, она имеет зону пополнения энергии социальной. И если женщине не дают такую возможность, то она устает, теряет силы, страдает. Вот она пополняет свои силы с помощью учебы. Это ее природа, радоваться познаниям. Поэтому ей хотелось на лекцию сильно. Надо на лекцию было сильно идти. Потому что она так получает счастье. Она пополняет себя. Спасибо. Я вам кидал мандаринку или нет? Нет. Давайте муж, может, поймает. Вот. Отлично. Ладно, мои хорошие, тогда давайте я начну лекцию. Ну все уже, у нас три дня с вами. Мы еще после лекции, можно меня подушить прямо будет. Я как бы раздам вам цветы, мандарины. И потом подойти можно или иначе. И пока меня не заберут, тепленького, вы можете себе еще поговорить. Вот поэтому мы сейчас с этой лекции начнем. Лекцию. У нас сегодня на самом деле такая серьезная тема. И я хотел бы вам помочь, как и всем, куда я езжу. Потому что сейчас непростое время. И каждый человек, он формирует свою жизнь по-разному в такое время. Потому что есть разное влияние судьбы. И бывает такое влияние судьбы, когда очень сложно понять, что делать. Ну, допустим, вот муж с женой живут, допустим, ругаются иногда. Иногда ссорятся. И здесь просто понять, что делать. Надо всегда прощать, терпеть. Ну, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть наказывать близкого человека. Но в целом, доброта и верность помогают сохранить семью в этой ситуации. Но бывают ситуации, когда человек близкий изменяет. Начинает изменять. Начинает предавать тебя. Вот. И тогда уже вот простая схема поведения, допустим, она не работает. Допустим, жена берет и просто принимает того, кто изменил. И он потом изменяет еще больше. Она чувствует, что как будто она разрушает свою жизнь, когда с ним рядом находится. И она не хочет с этим человеком жить, потому что он предал. А бросать тоже нельзя, потому что это грех. И вот, кстати, человек попадает в такую ловушку психическую судьбы, в которую он не знает, что ему делать. Но представьте, что когда эта ловушка распространяется не на маленькую семью, а на всю целую землю. И много людей не знают, что им делать. Вот они живут сейчас и не знают, куда бежать. Что делать, те, как, чего. И наша беседа посвящается вот этой теме, которая называется «Жестокая судьба» или «Тяжелая судьба». Когда, ну, человеку надо очень хорошо разбираться вообще, что происходит. И не с позиции там политики, да. Мы не будем касаться вот политических каких-то вещей. Мы будем говорить в целом о нашей жизни просто. Вот я и моя жизнь. И будем пытаться понять, что вот в этой ситуации, когда вот эта судьба, когда жестокая судьба на земле началась. В каком году? В девятнадцатом, когда начался вирус. Вот. И она сейчас не заканчивается. Просто она может или через вирус действовать, или через войны действовать. Как угодно. Но она продолжается. И она будет продолжаться еще чуть больше года. Если люди сдадут свои экзамены. А если не сдадут, то еще чуть ли не четыре года будет продолжаться. Поэтому это все зависит от того, как вот мы, как человечество в декабре месяце этого года настроится. То есть декабрь будет таким уже, как бы, ключевым таким временем. И если все нормально, что скорее всего, вот я чувствую, что скорее всего, все будет нормально, то тогда все постепенно будет улучшаться на земле ситуация. А если нет, то тогда будет продолжаться дальше. Еще три года после этого. Поэтому, ну, мы должны забраться, что с моей жизнью мне делать в это время. Итак, давайте поизучаем, что такое судьба вообще. Я случайно попал на землю? Я родился случайно или нет? Нет. Вы понимаете, да, что это закономерность какая-то закономерность? В Древней Писании говорят, что можно рождаться не только на земле. Есть другие планеты во Вселенной, где душа может рождаться. Она может с огромной скоростью перемещаться по Вселенной между жизнями. То есть она может и там, и там родиться. И где она рождается? Там, где ей нужно рождаться. Это зависит от ее желаний, от ее поступков. Все это объединяется, и она попадает именно туда, где нужно рождаться. И близкие люди, которые нам встречаются в жизни, они тоже не случайны. Они тоже соответствуют нашей судьбе. Что такое судьба? Судьба – это когда человек получает результаты своих поступков прошлых, которые он совершал раньше. Это судьба. Ну, если это вкратце сказать. А более сложно, если говорить, то судьба – это когда ты принимаешь решения какие-то в жизни. А потом за эти решения ты уже отвечаешь. Так есть судьба. Если говорить техническим языком, вот языком строения психического тела, то у нас есть три тела. Есть физическое тело, ну, в котором мы живем, вот это кости наше там, ну, лицо. Вот. Есть психическое тело. Психическое тело – это наше ощущение. Вот я, допустим, я тебя люблю, мы говорили. Это действие психического тела, связи, ниточки такие, связи. Человек говорит, ты чего меня держишь, я хочу уйти, не держи меня. Вот. А он говорит, я тебя не держу, уходи. Он говорит, нет, ты меня держишь. Вот. Он не понимает, что держит ниточка вот эта связь, которая между людьми существует, такая связь. И люди не могут расстаться. Вот. Это тоже энергия судьбы, судьба. И есть психическое тело, в нем находится судьба. Не в физическом теле находится судьба. Она находится в психическом теле, а центр психического тела находится в сердце. Это как шарик такой вот психический, вот здесь вот. Вот мы, вот здесь вот настроение плохое, где находится? В голове вы считаете? В голове? Вот здесь вот, здесь плохое настроение. Вот когда человеку плохо, он вот здесь вот плохо становится, вот здесь. И любовь здесь тоже находится. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете живи. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Ну, сердце, да? Вот здесь вот находится любовь. Плохое настроение где находится? Давит где вот, когда бросает тебя? Где давит? Вот здесь, да, давит? Вот в этом месте. Это зона судьбы. Она вот такая прям вот. Вот такой шарик. Это зона судьбы. Вот такой большой шарик такой. И маленький. Вот. И там вот все происходит. И мы это чувствуем даже. У нас ощущение прям реальное. Вот это вот место. Вот. И там в этом шарике, ну, его можно как мячик представить. Потому что у него есть поверхность такая вот. У этого шарика есть поверхность. Он такой крепкий шарик. Вот. И эта поверхность, она состоит из, на соскрипке называется кармавасаны или узелки кармы. Узелки кармы. Карма слово значит судьба. Узелки судьбы. Вот весь этот шарик из узелков судьбы. Откуда эти узелки берутся? Они формируются жизнями. Много жизней формируются. И вот эти все узелки, они... Это как память о прошлых жизнях. Наша память. Это как библиотека наших прошлых жизней. Вот они. Вот в таком пространстве тоненький такой энергетический шарик. И в нем содержится в таком сжатом виде память о всех наших прошлых жизней. И внутри этого пространства находится душа. Душа маленькая искорка такая духовная. Которая никогда не умирает. Вечно сияющая такая маленькая искорка душа. А вокруг души вот это вот пространство, вот это вот, оно заполнено психической жидкостью. Определенная такая психическая жидкость, в которую вот эти вот узелки судьбы попадают в эту жидкость. Когда приходит время. Время это сила, которая все меняет в жизни. Время это не на часах. Это сила. Причем она действует по-разному на психическое тело и на физическое тело. Вот тело, оно просто стареет. Но оно стареет. Тело потихоньку стареет. А психическое тело в детстве, вот этот шарик, почти не выходит. Плохая судьба туда почти не выходит. То есть она может с рождения там в этой жидкости быть плохие, ну, какие-то неприятности у ребенка, но новые неприятности почти не заходят. И поэтому ребенок, он чувствует счастье в жизни, он такое чувствует, ему хорошо так жить в детстве. Но с возрастом постепенно все больше и больше узелков судьбы выходит в эту жидкость. Чем человек старше, тем сильнее идет воздействие, атака вот этих вот тяжелой судьбы на сердце. И поэтому человеку с возрастом надо больше молиться, чтобы жить счастливо. Он как в детстве, счастье же просто так, человек просто живет, и ему хорошо уже. А с возрастом ему надо что-то с собой делать, чтобы быть счастливым. А если он ничего с собой не делает, не работает над собой, то тогда счастья не будет. Тело с возрастом, вот что, как тело делать счастливым? Аскезами. Если аскезы не совершаешь, тело разваливается, рушится. Психическое тело счастливым мы делаем с помощью позитивного настроения и добрых дел. А есть еще духовное тело, это душа. Она становится счастлива, когда она помнит о Боге, соединяется с Богом. И все три тела нужно содержать, но в детстве все хорошо у человека. Поэтому мы вспоминаем все детства, и нам приятно вспоминать детство, потому что в детстве спокойно, все хорошо, потому что судьба на психическое тело действует мягко, спокойно и напрягаемо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok